Важная тема, которую я хочу с вами обсудить. Deutsche Welle пишет, Азербайджан и Армения как никогда близки к заключению мира по Нагорному Карабаху, причем с выполнением главного условия Баку, Ереван готов признать право Азербайджана на Карабах. Хочу услышать ваше мнение, на каком этапе переговора сейчас. Во-первых, хочу, чтобы и вы, и все зрители понимали бы, давайте отойдем от советской терминологии. Карабах, тема Нагорный Карабах осталась в Советском Союзе. Сегодня официально это называется Карабах. Поэтому есть же Нагорный, есть Низменный Карабах, это все. А это Карабах, экономическая зона такая. Тем более все, что было в советских терминологиях, осталось в прошлом. И давайте официально. Это первое такое мое дружеское пожелание ко всем украинским журналистам, если впредь вы будете на эту тему говорить. Потому что на Западе стараются придерживаться вот этой проармянской, просоветской. Они до конца не владеют. Поэтому они иногда делают эту терминологию. Я согласен, я согласен, к вам никаких претензий к вам категорически. Это я именно просто озвучиваю с точки зрения того, как это все должно звучать, если дольше верили. Слышат меня, они тоже должны это делать. Им тысячу раз об этом говорят. Точно так же, как нету города Степанакерта. Понимаете? Есть город Ханкенде. Это дореволюционное название этого города, историческое название. Степанакерта – это Советский Союз придумал. В качестве был такой головорез. 26 войск комиссаров, надеюсь, вы слышали про это. Лидер этих 26 войск комиссаров был Степан Шаумян. И вот Степанакерт в его честь назвали этот город. А город назвался Ханкенде. Ханкенде – город Ханок. Поэтому это так, чисто маленькое замечание. Теперь, что касается этой тематики. Ну, давайте я все подробно не буду, чтобы много времени не заниматься. Я вам скажу, что сегодня начались уже переговоры здесь, в Вашингтоне. Очередные переговоры министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. И говорят, они будут марафонные переговоры. Те предыдущие, которые недавно здесь состояли, 4 дня шли. Здесь в Арлингтоне, за закрытыми дверьми. И там принимал участие Антони Блинкин и Джейк Салеван. Каждый из них приезжал, уезжал. Но они вдвоем, эти две делегации, по всем направлениям. И заместители министров, и по всем разным вопросам, которые существуют во взаимоотношениях этих двух стран на столе. Все представители, специалисты, эксперты по этим направлениям также принимают. То есть это большие делегации. То есть серьезное отношение. Американцы к этому очень серьезно подошли. И 4 дня тогда, когда первый раз они разговаривали, как будто бы вселили надежду. И именно после этого состояла встреча Брюсселе. А в Брюсселе встретились уже лидеры президента Азербайджана, премьера Армении. Именно тогда впервые Шар Мишель это озвучил, что стороны согласны признать территориальную целостность и суверенитет друг друга. И сказал, именно это сказал в начале Шар Мишель. Азербайджан признает территориальную целостность Армении в рамках 29,8 квадратных километров, а Армения 86,6 квадратных километров Азербайджана. Он это назвал. Больше он ничего не говорил. Все побежали, карты открывают туда-сюда. Цифры, откуда эти цифры. Оказывается, эти цифры на декабрь 1991 года. Это территория Азербайджанской Советской Социалистической Республики и Армянской Советской Социалистической Республики. Значит, и теперь приезжает Пашинян Ереван, и ему там в Армении в лоб задают вопрос журналистам. Что это значит 86,6-х? А Карабах ходит в это понятие? Он говорит, да. Вы же знаете, что 86,6-х это включая Нагорно-Карабахскую автономную область. Тогда она так называлась. Все, и тут началось. Это был первый армянский лидер после развала Советского Союза, после начала этого конфликта, который это так официально признавал. Но это опять же, это тот лидер, который, придя к власти с 2018 года, совершенно другие вещи пел. Он говорил о том, что Карабах – это Армения и точка. А теперь представьте себе, как политическая конъюнктура поменялась. Я хочу, чтобы зрители это понимали. Значит, что-то произошло такое в мире, в политической конъюнктуре, что заставило лидера Армении публично у себя в Ереване, не в Вашингтоне, к себе домой пришел, и он сказал это своему обществу. То есть мы проиграли. Мы проиграли во Второй Карабахской войне. Мест Мир сегодня признает эту территорию Азербайджана. И весь мир, более того, и наши друзья, которые нас всю жизнь защищали, они нам говорят – лавка закрыта, тема закрыта. Идите на подписание мирного договора. Если вы хотите, чтобы мы продолжали бы вас поддерживать. И это говорит Брюссель, и это говорит Вашингтон. И он это публично сказал своему обществу. Естественно, тут у них началось. Тут Азербайджан на фоне этого, вот после завершения войны, я говорил, могу повторить, Азербайджан играет в долгую. Медленно, но верно. Он понимает, что Россия еще есть. Тогда это еще война не началась, российская, против вас. А когда российская война началась против вас, Азербайджан еще более увереннее стал завинчивать гайки. Потому что Россия застряла на украинском фронте. Россия не может контролировать всю территорию по периметру. И у нее нет возможности. А я уже не говорю о том, что Азербайджан после Второй Карабахской войны совершенно другой Азербайджан. Рядом с Азербайджаном Турция. И Шушинская декларация. И Россия это приняла. То есть она допустила Турцию уже на Кавказ. И здесь проблема оказалась у Армении. С одной стороны Вашингтон, Брюссель. С другой стороны Россия и Иран. Что делать? И вот он вальсирует между ними. Как я говорю, делает политический шпагат. А может получить и политический геморрой. Но он не хочет его. Он не хочет его. Видно, что он стремится. Но он не контролирует. Я вижу силовые структуры. Он об этом открыто сказал 15 числа. В своем интервью. Вот две недели тому назад. Он в своем интервью этому армянскому изданию. Где он на своей конференции. Он выступил в пресс-конференции. Он сказал, что Министерство обороны получило от нас с 2018 года все деньги, которые они заказывали у нас, у правительства. Несмотря на то, что там работают огромное количество сотрудников, которые политически нас не поддерживают. Он имел в виду и Министерство обороны, и все силовые структуры. Он абсолютно публично сказал, что они контролируют до конца. И это проявляется вот после Брюсселя и Вашингтона. И после его этих заявлений. Как на границе между Азербайджаном и Арменией. Так и на территории Карабаха, где размещены так называемые миротворцы. И на этом фоне, да, и Азербайджан установил уже КПП. Уже КПП установил. Опять же хай подняли, опять же шум. Никто слова не говорит. Весь мир понимает, что это территория Азербайджана. Раз ты премьер-министр. Ну вот представьте себе, уважаемый Василий. Если премьер-министр говорит о том, что Карабах территория Азербайджана. Территория Азербайджана. Значит, я имею право здесь поставить КПП, правильно? На свою территорию. Азербайджан не устанавливает это КПП. Они начинают шуметь от того, что блокада. Какая блокада? Азербайджан показывает видеоролики, как армянские там. Очередь большая стоит, они паспорта предъявляют. Азербайджанцы в компьютер вносят. Всех, которые с Карабаха ездят туда. Пока временно. Те, которые живут в Карабахе, они могут ездить по этому коридору в Армению и обратно. Но те, которые там проходимцы, они если выходят из Карабаха, обратно он уже не заедет. Потому что вопрос возникает, ты что потерял там? Туда могут приезжать только жители Карабаха. То есть, грубо говоря, они граждане Азербайджана. Даже если у них какие-то другие сейчас документы. Но он живет там, он прописан. Мы ввели его в компьютер, он туда не пойдет. Туда не попадет ни представитель зарубежной какой-то делегации. Как раньше? Раньше был проходной двор. Ну, грубо говоря, как Донбасс. В Донбасс кто хочет, приезжает, уезжает. Да, Луганск, Донецк, правильно? Вы не контролируете. А если завтра все, дай бог, закончится, вы границу закроете. Кто может? Вот у вас будет там свой Лачинский коридор. Донецкий коридор или Луганский, как вы его назовете. Кто будет оттуда теперь проходить? И они будут начнут кричать. Допустим, еще кто-то там останется. Начнут кричать, о, какая-то гуманитарная катастрофа. Они не разрешают. А зачем они должны вам разрешать? Если кто-то хочет посетить. Есть международная практика. Проходите таможню. Получайте визу. И так далее. Но опять же, на время, пока еще до 25-го года, еще нет этих мирного договора, нет реинтеграции. Конечно, Азербайджан по этому Лачинскому коридору будет разрешать. Но опять же, кому? Вот те, кто там живет. Но там же тоже разная публика. Там на три группы они поделились. Одни это сепартисты, которые не признают этих всех процессов. И Пашиняна не признают, и не хотят. И говорят, мы будем бороться до конца. Вторая группа, которая всем надоела жить на этой параховой обушке, они хотят уехать. А третья группа, которая хочет реинтегрироваться и принять гражданство в Азербайджан. Вот мы с этими тремя группами Азербайджан по-разному и работаем. И помимо этого, там еще есть вооруженные формирования Армении. 12-18 тысяч. Не только вооруженные формирования Армении. Армении говорят, ну а наших там нету. Уже там контракты. Ну, грубо говоря, вагнеровцы стали контрактными к Министерству обороны. То есть, грубо говоря, понимаете, вот к этому видео. Да кого вы обманываете? Факт остается фактом. Там эти вооруженные формирования на территории Карабаха, которые признал ваш премьер-министр территорию Азербайджана на ходе вооруженных формирований. Значит, как ты признаешь территориальную целостность? Азербайджан говорит, оттуда убирай их. Второй вопрос. Армения каждый год 360 миллионов долларов выделяет Карабаху на проживание, грубо говоря. Включая финансирование этих вооруженных формирований. Что такое суверенитет? Это вмешивание во внутренние дела. Вот эти деньги, это нарушение суверенитета. А вот эта армия там, это нарушение территориальной целостности. Ты говоришь, ты признаешь и суверенитет территории. Завязывай эту бодягу. Значит, выводят туда этих вооруженных и перестань финансировать. Если волнуешься за финансирование, как им там жить, мы можем с тобой договориться, Азербайджан и Армения, можем цивилизованный какой-то механизм создать. Деньги через Азербайджан будут идти туда. Нет проблем. Это социальные проблемы, пенсии. Много чего. Пока они еще не реинтегрируются, это можно решить. Но первый вопрос, это вопрос вывода вооруженных формирований. Азербайджан поставил срок. Если они за этот срок не уйдут, добровольно, через этот коридор, в присутствии русских миротворцев, то тогда в ближайшее время начнется антиротеррористическая операция. И вот вы меня спрашиваете, я подробно к чему говорю. Эти вопросы сегодня стоят на повестке дня. Какой срок? Первым сроком, сейчас я скажу. Первый срок, это первый вопрос на повестке дня, это вывод вооруженных формирований. Второй, это перестать финансировать. Вот это два вопроса. Потому что первый, самый главный вопрос снят. Он признал. Суверенитет территориального целостности. Теперь от слов переходи к делу. Убирай эти моменты. Если это будет сделано, вот за эту неделю договорятся, тогда я могу сказать, что есть свет в конце тоннеля. Если это не будет сделано, значит начнется контртеррористическая операция. И она начнется в ближайшее время. То есть до конца этого года, до конца этого года должен быть подписан мирный договор. Вот я вам говорю, это озвучиваю. Если до конца этого года должен быть подписан мирный договор, который потом нужно будет предметно по всем направлениям реализовывать, значит время мало осталось. Поэтому когда вы меня спрашиваете, когда, я говорю, очень скоро. Отсчет уже пошел. И я думаю, меня сейчас вот слышат. Я это говорю и на разных каналах. Меня внимательно слушают в Армении. Я надеюсь, что они внимательно отнесутся и к этим словам точно так же. Я довольно информированный человек. Если я говорю, значит я с потолка эти слова не беру. Говорю про КПП. Вам КПП не нравилось? Установили. Никто в мире не пикнул. Вы рассчитываете на решение парламента Франции или Конгресс здесь США? Никакой роли эти бумаги не играют. Потому что Брюссель и политический эстеблишмент здесь США, я имею в виду исполнительную власть, однозначно заинтересованы перемирией между Арменией и Азербайджаном и между Арменией и Турцией. Потому что это стратегически в интересах как Евросоюза, так и Соединенных Штатов Америки. Потому что они хотят отсюда выдавить ту же Россию. Это надо понимать. И никто сегодня не помешает Азербайджану провести эту контртеррористическую операцию. Хотелось бы, чтобы это было мирно, конечно. Но я чувствую, что они еще до конца не понимают того, что они рассчитывают на что-то. Давайте не будем торопиться. Я очень рассчитываю на то, что здесь, в Вашингтоне, они могут к чему-то прийти. Если они не договорятся, ничего хорошего вот этих сепаратистов там не ждут. Если договорятся, значит, тогда я вам могу сказать уже тогда, да, свет забрежил и может до конца года может быть мир. Во всяком случае, я вижу политическое желание многих в той же Армении и понимание того, что тема вот этого, так сказать, сепаратизма, дурацкого, как они называли, мясу, она уже осталась в прошлом. Сегодня совершенно другая ситуация. Посмотрите, что творится в России. Посмотрите, что творится на российско-украинском треке и делайте вывод. Господин Юнус, я Вас буду благодарить. Спасибо большое за интересный и содержательный разговор. Спасибо. Вам большое спасибо за... Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.